Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! В рамках библейского портала экзегет.ру мы продолжаем с вами читать и комментировать книгу Иисуса Новина. И на очереди у нас пятая глава этой книги. Первый стих пятой главы, являющийся как бы ее введением, состоит из одного стиха, но довольно пространного. Я прочту этот первый стих пятой главы. Когда все цари аморейские, которые жили по эту сторону Иордана к морю, и все цари ханаанские, которые при море, услышали, что Господь иссушил воды Иордана пред сынами Израилевыми, доколе переходили они, тогда ослабело сердце их, и не стало уже в них духа против сынов Израилевых. Семь хананейских народов, помимо амореев, населяли, до заселения Израильского, населяли святую землю, которая так и называлась Кнаан или Ханаан. И эти цари многократно перечисляются. И в Пятикнижии Моисеевом эти народы упоминаются. В книге Иисуса Новина перечисляются многократно. И вот здесь мы о них читаем. Что значит не стало в этих царях, а значит и во всех народах, народов этих семи хананейских, гергисеях, этих ферезеях, евусеях и так далее, не стало в них духа против сынов Израилевых. Их сердце на библейском языке ослабело. Замерло еще иногда Библия такое употребляет слово. Или застыло, что ли, а не мело сердце. Это от страха, от ужаса перед сынами Израилевыми. Потому что они видели, вот эта невооруженная, или, так скажем, плохо вооруженная толпа, пусть и огромная, но не имеющая достаточного вооружения для захвата крепостей, городов, для баталий больших. Вот эта вот огромная толпа, она вооружена не только каким-то примитивным оружием, она вооружена силой Божией. Сам Господь ее укрепляет. Как когда-то в истории Руси сказал Александр Невский, не в силе Бог, а в правде. И пошел на полчища захватчиков и воодушевил народ в полной уверенности, что правда Божия на стороне тех, кто защищает границы своей земли, а не на тех, кто стремится ее захватить и поработить. Но здесь израильтяне, они хоть и захватчики, но они захватчики по Слову Божию. И поэтому на их стороне правда, и на их стороне Господь, который их вооружает невидимым оружием, и вдохновляет их, и благословляет, и наделяет великим духом, великим силом, великой силой. А вот упал дух этих народов хананейских, и в них не стало духа, говорит Библия, против сынов Израилевых. И духовный уровень их опустился. Отваги не стало. Итак, мы читаем далее о двух событиях, которые предшествуют, предваряют захват этой великой крепости, этой великого укрепленного города Иерихона. Эти два события – это вторичное обрезание сынов Израилевых, и это первое событие, и второе – это чудесное явление Иисусу Новину, ангела Божия. «В то время сказал Господь Иисусу, сделай себе острые ножи». В квадратных скобках добавлено «каменные». Это слово взято из греческой версии книги Иисуса Новина. «Каменные ножи, и обрежь сынов Израилевых во второй раз. И сделал себе Иисус острые каменные ножи, и обрезал сынов Израилевых на месте, называемом холм обрезания». Это место, видимо, такое название это место получило впоследствии. Вот причина, почему обрезал Иисус сынов Израилевых. «Весь народ, вышедший из Египта мужеского пола, все способные к войне, умерли в пустыне на пути по исшествии из Египта». Из тех, кто пережил сорокалетнее странствование, нам сохранились имена самого Иисуса Новина и Халева, Калеба. Вот этих двух саглядатаев, посылка которых на разведку в Святую Землю описывается в книге чисел. А имена других, если кто-то и пережил это время, для нас не сохранены. «Весь же вышедший народ был обрезан». Видимо, в Египте. «Но весь народ, родившийся в пустыне, по пути после того, как вышел из Египта, не был обрезан. Ибо сыны Израилевы сорок два года ходили в пустыне». Здесь еще я сделаю примечание, что слово «два» добавлено из греческой версии священного писания, из «септуагинты», древнегреческого перевода. А в каноническом тексте, в еврейском тексте, говорится лишь о сорока годах, не о сорока двух. Поэтому смело можно читать. «Сыны Израилевы сорок лет ходили по пустыне». Ну, в пустыне они не были обрезаны. «Доколе не перемер весь народ, способный к войне, вышедший из Египта, которые не слушали глаза Господня, и которым Господь клялся, что они не увидят земли, которую Господь с клятвой обещал от самых дать нам землю, где течет молоко и мед». Претерпели они вот это вот за свое непослушание, за свой ропот, за свою тоску, так можно сказать, по горшкам египетским, по рабской своей сытой жизни в Египте. И для нас это пример, дорогие друзья. Мы не должны тосковать по сытому рабству, которое, конечно же, помнят старшие поколения, когда страна наша пребывала под атеистическим мигом и больше, чем сорок лет. Да, тогда была стабильная зарплата, пусть и невысокая. Тогда все могли ездить раз в год в бесплатный профсоюзный санаторий. Рабов ведь надо не только кормить, но и поддерживать их здоровье, чтобы они еще пуще стремились к новым высотам своих трудовых достижений. Но свобода, в отличие от рабства, она всегда рискованна. Это всегда требует принятия собственных человеческих решений. Не будем тосковать по былому рабству, идеологическому и моральному, и духовному, и физическому, в котором мы жили и в которой, несомненно, помнят старшие поколения. Будем дорожить той свободой церковной, которую сегодня Господь даровал нашей Церкви. Нас ни царский гнет, не гнетет больше нашу Матерь Церковь, ни тем более атеистический гнет. Сегодня, быть может, сейчас, в 21 веке, русская Церковь впервые живет и наслаждается временами свободы, духовной свободы и свободы от всякого физического, идеологического гнета. «Вместо их, тех павших в пустыне, воздвиг сынов их, сих обрезал Иисус, ибо они были не обрезаны, потому что их на пути не обрезывали». И далее. «Когда весь народ был обрезан, оставался он на своем месте в стане, доколе не выздоровел, и сказал Господь Иисусу, «Ныне я снял с вас посрамление египетское». Почему и называется то место Галгал даже до сего дня? Собственно говоря, Галгал – это круг, но здесь, видимо, присутствует какая-то еще и народная этимология. Почему-то вот дается такое необычное объяснение этого топонима Галгал. В экзегезе отцов церкви вот это вот обрезание, произведенное Иисусом Новином, и вообще практика иудейского обрезания, еврейского, она всегда служит прототипом крещения христианского. Так же, собственно говоря, как и переход Иордана. Свободные люди, освободившиеся из египетского рабства, были обрезаны вторично. И вот греховная жизнь, она святыми отцами представляется в образе Египта. Египет – это прототип греховной безбожной жизни человека. А переход Иордана и обрезание – это прообразы, прототипы вступления в христианскую жизнь, крещения христианского и освобождения из греховного египетского, образно говоря, рабства. «И стояли сыны Израилевы станом в Голгале и совершили Пасху в четырнадцатый день месяца вечером на равнинах Иерихонских. И на другой день Пасхи стали есть из произведений земли сей опресноки и сушеные зерна в самый тот день. А манна перестала падать на другой день после того, как они стали есть произведения земли. И не было больше манны у сынов Израилевых, но они ели в тот год произведения земли ханаанской». Удивительно, действительно было время Пасхи, и переход Иордана совпал с празднованием этого воспоминания исхода из земли египетской. И вот уже вкушают израильтяне произведения земли, земли святой, земли текущей молоком и медом, как она называется метафорически. Да и буквально тоже мы об этом говорили. В земле это и много молока, и много меда, и пчелиного меда, и меда растительного, собственно говоря, не меда, а сока фиговых плодов. Пасха также не совершалась во время странствования по пустыне, по всей видимости. И вот новый народ, народ обрезанный, народ новых жителей этой новой земли, для них новый, обрезанный народ, по слову Господню, то есть вступивший вновь в завет со своим Богом, со своим Господом через таинство обрезания, они вкушают плоды этой земли. И весь тот год, написано, они ели произведение земли ханаанской, той земли, которая станет святой землей Израиля. И читаем о следующем событии. Иисус, находясь близ Иерихона, взглянул и видит. И вот стоит перед ним человек, и в руке его обнаженный меч. Видит перед собой воина. Народу предстоит сражение, народу предстоит битва, война, баталия. И вот в видении является некий воин. И Иисус подошел к нему и сказал ему, наш ли ты, или из неприятелей наших? Он сказал, нет, я вождь воинства Господня, теперь пришел сюда. Явился ли ангел Господень? Явился ли, как говорят некоторые отцы церкви, здесь Христос и Иисус, некоторые отцы церкви склонны рассматривать всякое ветхозаветное богоявление, как явление второго лица Пресвятой Троицы, явление Сына Божия. Но если это ангел, воинство Господня, как здесь сказано, вождь воинства Господня, скорее всего, ангел, то дальнейшие действия Иисуса тоже понятны, потому что ангел Господень, он представляет самого Господа. Это его Господа, ангел. И поэтому то, что дальше делает Иисус, это не поклонение перед ангелом, а поклонение перед самим Господом, которого этот ангел представляет. Дальше мы читаем в 14 стихе, «Иисус пал лицом своим на землю и поклонился ему и сказал, что Господин скажет рабу своему». Следует заметить, что Господин – это Адон на еврите, на языке священного Писания. И часто сам Господь называется Адонай. И не всегда понятно в переводе, что за этим термином, за этим словом Адон или Адонай, с местоименным суффиксом Адонай, Господь мой, что за этим словом стоит. Вот, допустим, в современном Израиле, если я хочу взять такси, я говорю, «Адони ганегаг» – «Господин мой таксист» – тоже Адон. Или там «Господин президент» – тоже «Господин». Но когда больших и малых букв нет в древних языках, и когда мы говорим «Адон» или «Адонай» или «Адони», непонятно, о ком идет речь. И часто лишь из контекста, да и то не всегда мы можем понять. Речь идет о Господе, владыке неба и земли, о Всевышнем, или, как вот в этом случае, воин или ангел, но тоже назван «Господин мой» – Адуни. «Вождь воинства Господня сказал Иисусу, «Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, свято». И Иисус так и сделал. Очень похоже на те слова, эти слова, которые слышит Иисус, очень похоже на те, которые слышал Иисус на вин при купине, когда куст терновый, купина горит и не сгорает. Перед этим кустом в удивлении, в изумлении стоит Моисей и слышит те же самые слова. «Изюй обувь твою с ног твоих, место, на котором ты стоишь, свято». Место явления Господня, место присутствия Божия, шхины, пусть это даже присутствие через ангела, а не непосредственное явление присутствия Божия, не сама, собственно говоря, слава Господня, то это место тоже свято. Кроме того, второе значение, по всей видимости, второе значение в том, что сама эта земля святая, земля, которая отделена Господом и освящена им, выделена из всех земель, она вся свята. Не случайно мы говорим «святая земля». И Иисус так и сделал. Он исполнил повеление Господне. Мы, празднуя память архистратига Божия Михаила, совсем недавно, кстати, мы с вами этот праздник праздновали, 21 ноября он празднуется по новому стилю, читаем в одной из паримий этого праздника именно этот отрывок в качестве одной из паримий. Видимо, таким образом церковные гимнотворцы, составители православного богослужения, они интерпретировали этот текст как явление архангела Михаила Иисусу Новину. Архангел Михаил, между прочим, является ангелом-хранителем еврейского народа. Иерихон, читаем заключительный 16 стих, как бы эпилог этой главы. Иерихон заперся и был заперт от страха сынов Израилевых. Никто не выходил из него и никогда не входил. Этим явлением Господь еще раз укрепляет Иисуса Новина, наделяет его силой, отвагой, уверенностью в том, что Иерихон будет разрушен, Иерихон будет взят. А для жителей Иерихона то, что произошло, переход Иордана, расположение Израиля станом перед стенами Иерихона, все это внушило им страх и трепет и ужас. Они затворили ворота, ожидая долгой осады города. Но Иисус Новин и вместе с ним весь народ теперь уверены, Иерихон будет взят. Это взятие Иерихона будет даже не сражением, это будет праздником. И дальше 6 глава, следующая глава, описывает взятие Иерихона именно как литургическое действие, как торжественный праздник победы над врагом. На этом мы заканчиваем чтение 5 главы. И если Бог продлит время нашей жизни здесь на земле, мы продолжим в следующий раз читать книгу Иисуса Новина и перейдем к 6 главе этой книги. Запись ведется для портала экзегет.ру. Продолжение следует...